Друзья, привет! Сейчас я нахожусь на крыше, на котором мы делаем зимний монтаж гибкой черепицы Хотя у нас уже весна, но морозы в Москве все равно бьют рекорды, сейчас минус 26 Вот, март месяц, весна, но минус 26, зимой иногда бывает теплее Если посмотреть, вот на крыше очень много снега на ней лежит Сейчас постепенно мы... сейчас постепенно этот снег мы будем убирать Если говорить конкретно про крышу, вот, то у нас здесь лежит сплошное основание Из ОСБ, обязательно делаем зазоры, примерно 3-5 миллиметров Прикручиваем конкретно на этом объекте мы ее на саморезы, ОСБ-3 толщиной 12 миллиметров Сверху на ОСБ идет подкладочный ковер, который делает дополнительную гидроизоляцию Подкладочный ковер, размер 40 метров длина, метр ширина, деки комфорт СБС модифицированный ковер, зимой с таким ковром работать легко Потому что СБС модифицированный бит, который в нем находится, он эластичный Когда ты его раскатываешь, он практически без бугров идет Дальше на подкладочный ковер мы делаем вот такой капельник, ну или карнизная планка Вот, размер у него 10 сантиметров здесь 10 сантиметров, который ложится на крышу 8 сантиметров мы делаем вниз, для того, чтобы точно гарантированно они опустились у нас в желоб Здесь у нас будет водосточная система пластиковая, про нее я тоже вам показывал Первый ряд, который у нас идет, мы его делаем из коньково-карнизной черепицы Это специальный вид кровли, с которым мы можем делать коньки и карнизы В данном случае у нас карниз, поэтому мы делаем карнизы Крепим его, согласно инструкции по монтажу, на гвозди Вот такой циолальной шляпкой, забиваем их пневмопистолетом Вот этот наш старичок, пистолет-еж, ему уже, наверное, лет 5 Но он до сих пор работает Значит, на коньково-карнизной черепице есть вот такие вот полосы Для того, чтобы потом, когда мы будем укладывать кровли, они лучше приклеивались Вот, отступаем от края примерно сантиметр Для того, чтобы не было завальцовывания воды вот сюда То есть это место у нас получается таким жестким Дальше мы делаем гибкую черепицу Гибкую черепицу у нас, ну, кто-то ее называет драконий зуб Короче, это вид ламинированной черепицы Конкретно это черепица Дёки Драгон Есть вот такая вот белая полоска Для того, чтобы мы понимали, в какие места мы должны забивать гвозди У нас уклон кровли вот этой вот 30 градусов Там плюс-минус Соответственно, мы на один гонд Гонд, кто не знает, лист вот этой гибкой черепицы На один гонд, должна забивать 5 гвоздей Стремится забивать их по линии Вообще, если говорить Производители В инструкции по монтажу пишут, что конкретно в такой нарезке Коньково-карнизную черепицу можно не использовать на карнизе Вот, но мы все равно используем, потому что у нас есть место стыковки Вот, оно мне не очень нравится Вот, мы делаем более такой герметичный вариант Производители говорят, что здесь просто нужно промазать мастики Но мы понимаем, что вот это место может быть не идеальным при монтаже И все равно рекомендуем использовать коньково-карнизную черепицу Также от коньково-карнизной черепицы мы наступаем небольшое расстояние И дальше уже у нас получается тут как бы такая вот ступенька И дальше уже начинаем монтировать непосредственно гибкую черепицу Сейчас я перешел на другую плоскость Здесь уже смонтирована гибкая черепица Вот так вот это смотрится Напомню, кровля называется Деки Дракон Или Деки Драгон Вот здесь вот у нас есть снегодержатели Снегодержатели скоба В таком шахматном порядке они идут Там, где у нас карнизный свес Снизу, также если посмотреть Здесь у нас уже установлены водосточные крюки Вот на них мы будем вешать соответственно желоба Водосточная система Деки Люкс Шоколадный цвет Значит здесь у нас будет вентилируемый конек самодельный Но в дальнейшем, наверное, я вам более подробно расскажу Когда уже будет происходить какой-то монтаж Так в целом, грубо говоря, здесь вот у нас есть Тут у нас есть зазор Мы еще думаем, как его лучше сделать Такое решение не совсем стандартное Но примерно, чтобы вы понимали Здесь у нас есть два бруса Два бруска Вот здесь мы делаем специальную такую металлическую планку Металлический фартук Вот по нему, вот по этому фартуку будет стекать вода Здесь вот если посмотреть Не знаю, видно вам или нет Есть такой отступ в сантиметр Вот эта вся часть будет приклеивать Сейчас у нас холодно Поэтому ребята не приклеивали Через пару дней будет 0 градусов где-то примерно С помощью фена, с помощью мастики Они вот это место будут приклеивать Вот это по этому желобку будет стекать вода Соответственно, если у нас будет сильный дождик Вот эта отбортовка, она будет делать так Чтобы вода сюда не попадала Дальше здесь будет идти специальная доска С каким-то шагом Вот будет выступать Чтобы у нас гарантированно был выход воздуха полтора сантиметра Здесь вот у нас Соответственно, зазор, через который воздух будет выходить Здесь у нас будет, грубо говоря Из доски Вот, будет выход Вот тут будет металлическая алюминиевая сетка Это я вам в дальнейшем ее покажу И дальше будет уже на На эту доску будет укладываться ОСП Подкладочные коверы и коньково-корнизная черепица Сейчас это примерно смотрится вот так Но в дальнейшем, как этот конек уже будет в завершенном состоянии Я вам его покажу Вот такой небольшой обзор Кровиных работ, которые мы сейчас сделаем Вот, надеюсь, скоро зима Уйдет, придет весна в Москве И наша работа будет идти намного быстрее Потому что сейчас, грубо говоря, мы могли бы делать Монтировать гибкую черепицу Но из-за морозов мы ее не монтируем Соответственно, идет какой-то простой То снег упадет, но сидим с утра до вечера, чистим То морозы не дают работать И, соответственно, сроки у нас идут так медленновато Вот, но скоро придет весна И скорости, конечно, будут совсем другие Поэтому, вот, надеемся на то, что весна в скором времени придет А так, спасибо за просмотр Если какие-то вопросы, пишите комментарии Вот, будем стараться вам на них максимально развернуто отвечать Все, спасибо, всем пока Спасибо за просмотр!